Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Помощь бизнес-сообществу. Более двух тысяч предпринимателей в регионе смогут воспользоваться новой мерой федеральной поддержки. Телевизионная, операционная. Чебоксарские школьники наблюдали за реальной операцией в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Мы вместе. Студенты-добровольцы поздравили врачей больницы скорой медицинской помощи. Более двух тысяч предпринимателей в регионе смогут воспользоваться новой мерой поддержки. Федеральная программа «ФОТ-3.0» станет продолжением предыдущего проекта, предназначенного для помощи бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии. С какими проблемами сегодня сталкиваются предприниматели и как их можно решить, глава Чувашии Олег Николаев обсудил на рабочей встрече с бизнес-омбудсменом «Республики» Александром Рыбаковым. Предыдущая программа льготного кредитования на оплату труда сотрудников помогла бизнесменам сохранить рабочие места во время пандемии. «ФОТ-2.0» стала одной из самых востребованных мер поддержки малого и среднего бизнеса, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей. Но надо двигаться дальше, считает глава республики. Для бизнес-сообщества готовится новый комплекс мер, он поможет выйти на новые рынки. Очень важно сопровождать бизнес в ходе их повседневной деятельности. Это прежде всего в части продвижения продукции. Здесь, понятно, это и выставочная деятельность, и экспортная поддержка, и другие составляющие, которые позволяют, с одной стороны, определять те ниши, куда можно идти, а самое главное, чтобы, закрепившись на этих нишах, крепко находиться, и самое главное, дальше расширяться, в том числе за счет создания новых форм взаимодействия, кластерного характера или консолидации с коллегами из других регионов. Также на встрече обсудили и другие меры государственной поддержки, бюджетные выплаты и субсидии, отсрочки обязательных платежей и налоговые льготы. Система защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства в республике должна быть гибкой и меняться с учетом экономической ситуации. Бюджет Чувашии увеличивается более чем на 6 миллиардов рублей. Законопроект уже поступил на рассмотрение в парламент. Перед очередной сессией главный финансовый документ глава республики обсудил с депутатами Госсовета, представителями политических партий. Многие проекты, на которые планируется выделить средства, из бюджета обозначены в послании главы Чувашии Госсовету. Парламент планирует внести изменения в 8 законов. Комитет по бюджету уже проводит экспертные оценки финансового документа, чтобы 18 марта рассмотреть его на сессии. Министр финансов Михаил Нездеряков подчеркнул, по-прежнему безвозмездные поступления из федерального бюджета пойдут на выполнение социальных обязательств. Приоритеты были традиционно реализация национальных и региональных проектов в части своих мероприятий, в части своих средств. Приоритет – это реализация поручений, мероприятий, которые даны в рамках послания главы Чувашской республики по линии образования. Это почти 2 миллиарда 100 миллионов. Здесь в рамках послания главы республики была поставлена задача в течение пяти лет полностью провести программу модернизации всех, прежде всего, муниципальных учреждений образования. 106,4 миллиона – это дополнительные средства на строительство детских садов. В этом году по национальным проектам мы должны сдать 9 детских садов. Общий объем средств у нас – миллиард 126. Средства будут направлены на благоустройство дворов, дорожное хозяйство, социальную политику. Так, дополнительных расходов потребует возмещение трат за наем и содержание жилья, взносы на капремонт, платы за коммунальные услуги детям войны. Появятся первые льготы для отружеников тыла, по сути, детей войны. Они, по сути, как труженики тыла. И эти дети войны получат первые льготы. Но мы хотели бы, чтобы они получали, кроме льготы на коммунальные услуги, получали еще единовременные ежемесячные выплаты в денежной форме. Ну, хотя бы в тех же суммах, как и, значит, труженики тыла. Правительство республики предлагает в этом году продолжить финансовую поддержку молочного животноводства и сохранить выплаты на содержание коров. В целом в проекте бюджета на сельское хозяйство запланировано более 2,5 миллиардов рублей. Будут направлены средства на ремонт культурных сооружений в районах. Михаил Ноздряков особо отметил, что в проекте бюджета уже учтены денежные компенсации вместо горячих обедов детям с ограниченными возможностями. Продолжатся и так называемые ковидные выплаты. Мы получим увеличение нашего бюджета на 2021 год с плюсом свыше 6 миллиардов рублей. И, конечно же, основная часть это пойдет на развитие социальной сферы нашей республики. В частности, полтора миллиарда рублей на закрытие кредиторской задолженности лечебных учреждений, на модернизацию первичного звена здравоохранения. И здесь же у нас и оснащение медицинских учреждений, и строительство. Планирует правительство и средства на строительство футбольных полей и спортсооружений в муниципалитетах. На встрече подняли вопрос и о материальной поддержке спортсменов, которые входят в состав сборной России. В Минспорте, на самом деле, можно строить какие-то здания, учреждения, спортивные залы. Но понятно, что надо спортсменам добавлять на их содержание, на их экипировку, на их сборы и так далее. Чтобы к нам как-то вернулись те, кто уехали, спортсмены великие, в счастье, Акимова, Татьяна и другие. Глава Чуваши отметил, что в бюджете в целом найден баланс между доходами и расходами. Пока дефицит составляет 3 миллиарда рублей. Мы понимаем, как с этим работать. У нас есть четкое понимание, как мы справимся с этим дефицитом. Но и самое главное, этот дефицит растет, вы сами видите, с точки зрения инвестиционных затрат. И очевидно, что ввиду того, что мы направляем увеличивающийся дефицит на создание дальнейшей инфраструктуры, на создание условий для того, чтобы улучшать поступательные качества жизни населения, то здесь, я думаю, что будет эффект. Представители фракции единодушно поддержали уточнение в бюджет, но предложили проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров, а также найти механизмы регулирования роста цен на стройматериалы и продукты питания. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Республика. В соответствии с законопроектом об изменении в бюджет Чувашии увеличивается финансирование многих направлений. Отрасль культуры дополнительно получит около 240 миллионов рублей. Средства будут направлены на текущий капитальный ремонт, приобретение оборудования для государственных и муниципальных учреждений культуры. 18 миллионов рублей предусмотрены на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия. Финансовую поддержку получит и Международный фестиваль «Созвездие земляков». Он пройдет в июне 2021 года. Профилактика правонарушений в цифрах и фактах. Сегодня в Доме правительства обсудили выполнение целевых показателей за 2020 год. Статистика убеждает, противоправных действий стало меньше. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 11%. В том числе снизится уличная преступность, преступность, совершенная несовершеннолетними лицами, находясь в состоянии алкогольного пенения. Меньше совершено убийств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Одна из серьезных профилактических мер – трудоустройство бывших заключенных. Занятые делом люди меньше идут на повторные преступления. В 2020 году в Аладдарском, Канажском, Комсомольском, Парецком, Шумерлинском районах лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в Центре занятости по вопросам трудоустройства не обращались. И тут нам тоже нужно проанализировать эту ситуацию, почему так происходит. Или лиц данной категории нет, или же они плохо информированы, или же просто не хотят трудоустраиваться. Эту работу мы, конечно, должны вместе с Центром занятости, с УФСИНом провести, чтобы понимать, в каком направлении нам двигаться дальше. В этом году, в сентябре, в Чувашии пройдут выборы Государственного совета и депутатов Госдумы России от республики. Важно, чтобы обстановка была стабильной, а публичные мероприятия носили согласованный характер. Ольга Семенова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Родители, ухаживающие за инвалидами с детства, будут получать повышенную выплату. Такой закон подписал президент страны Владимир Путин. Повышенная фиксированная выплата страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается родителям, являющимся опекунами совершеннолетних, недееспособных инвалидов с детства. В случае, если дети не находятся на полном государственном обеспечении. Размер повышения фиксированной выплаты составляет 1 третьей суммы фиксированной выплаты. Сегодня размер фиксированной выплаты 6044 рубля, значит повышение фиксированной выплаты на 2014 рублей. Эта выплата устанавливается к страховой пенсии по старости. Сумма будет выплачиваться вместе с пенсией пенсионеру, являющимся родителем такого вот ребенка, недееспособного. В Чувашии детям-сиротам могут начать выдавать жилищные сертификаты. Такой законопроект разрабатывает Минстрой Республики. Сейчас ведомство изучает опыт других регионов и формирует главное положение будущего закона. Каким может быть возраст получателей, каков срок действия сертификатов, а также территориальный охват. По поручению главы республики мы сейчас активно прорабатываем вопрос внедрения дополнительной меры поддержки. Это будет некая альтернатива, то есть предоставление жилых помещений, оно как было, так и остается. Параллельно те сироты, которые сегодня адаптированы к жизни, которые работают, имеют семью, в праве будут воспользоваться альтернативной меры поддержки, то есть получением денежного сертификата на приобретение жилья. 2020 год показал, что волонтерское движение готово к любым вызовам. В начале пандемии всего за шесть дней во всех регионах страны оперативно открылись штабы помощи. Сегодня сплоченная команда добровольцев «Мы вместе» поздравила с началом весны тех, кто по-прежнему на ковидной передовой – врачей больницы, скорой медицинской помощи. Лучший вариант отметить годовщину всероссийской акции взаимопомощи – сделать еще одно доброе дело. Три ящика яркого настроения и витаминов волонтеры доставили медицинским работникам. Этот год действительно очень многое изменил, изменились мы, но остается неизменным всегда одно – наша доброта, ваша доброта. И мы, как студенты Чувашского госуниверситета, естественно, с первых дней присоединились, мы создали свой штаб. Хочется сказать огромное спасибо вам за ваше терпение, за вашу отвагу, за вашу силу, за то, что вы боролись за каждую человеческую жизнь. И, наверное, вот эта акция «Мы вместе» – это больше, чем просто идея. Это то, что нас всех объединило. С начала пандемии коронавируса сотни волонтеров помогают тем, кому труднее всего – медикам, пожилым, малоимущим. Евгений – студент медицинского факультета, приехал в республику из Екатеринбурга. Он рад быть частью сплоченной команды. Всегда, наверное, чувствовал долг перед собой – помогать тем, кто действительно нуждается в этой помощи. В своем родном городе у нас был тоже штаб волонтерский. Ну и, приехав в Чебоксары, тоже решил продолжить этим заниматься, потому что нужно помогать. «Мы вместе» – идея, которая объединила всех неравнодушных и уже стала масштабным социальным проектом. «Оранжевая нить является символом акции «Мы вместе», и данной нитью мы хотим связать все регионы, все города, чтобы показать, что мы действительно все вместе, чтобы кто-то был не один. Это все идет от чистого сердца, от чистой души, и на это время не нужно находить. Это хочется делать, глаза горят, как говорится, глаза горят, руки делают». Главный атрибут акции можно повязать на правое запястье в знак победы над болезнью и в знак того, что добрых дел с каждым днем становится все больше. «Очень активно наши студенты, в первую очередь, и сотрудники, и преподаватели включились в акцию «Мы вместе». И вот прошел год, и этих акций можно назвать уже десятки. Ну, например, мы помогали ветеранам, престарелым гражданам доставлять лекарства, продукты по их заявке. Наши студенты активно участвовали в акции «Елка желания». Врачи, работающие в условиях ковида, сегодня с благодарностью отмечают ту поддержку, которую, несмотря на нехватку времени в непростых условиях пандемии, продолжают оказывать волонтеры. «Помощь волонтеров нами ощущалась, значит, в том числе и волонтеров медицинского факультета нашего университета. Приходили к нам в каждое отделение, ребята сидели на обзвонах пациентов, отвозили лекарства, и эта помощь была очень необходима нам, врачам, помогали медицинским сестрам. То есть свой посильный вклад и свою лепту они внесли, она была нам очень нужна». Телевизионная операционная. Понаблюдать за реальной операцией в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования могли учащиеся столичной 31-й школы. Вместе с ними там побывали и мои коллеги Юлия Важанина и Павел Иритков. «Мы проверяем дыхание. Три элемента, которые мы проверяем, и всегда помню. Это вижу, то есть мы смотрим на движение грудной клетки, слышу, ухом слушаем дыхание и ощущаю. То есть щечкой мы чувствуем, есть дыхание или нет». Определять в сознании человек или нет, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – тема этого мастер-класса «Оказание первой помощи утопающим». В столичной школе номер 31 уже много лет существуют медицинские классы. Многие лечебные учреждения проводят для старшеклассников показательные занятия. Одно из них – Центр травматологии. Только в прошлом году более 80% выпускников выбрали медицинское направление. «Это как раз и показатель того, что профильные классы – это правильное направление для выбора будущей профессии». В рамках программы профориентации школьники не только могут посещать мастер-классы, но и попасть на практику. Во время зимних или летних каникул они знакомятся на месте с работой медсестер, врачей, посещают операционные и стационары. «Ребятам я сказал, что стать медиком – это очень сложно, особенно как бы высококвалифицированным специалистам, высококвалифицированным врачам. И поэтому они должны быть четко убеждены в том, что выборная профессия – это действительно не просто их выбор, но, наверное, в какой-то степени и призвание. Поэтому чем раньше они познакомятся, как живут современные врачи, как обустроено современное лечебное учреждение, тем лучше они поймут, хотят ли они выбрать эту профессию или нет». На этот раз желающие присутствовали на операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. «Сейчас мы как раз будем заниматься тем, что протезируют. Вот так вот потом у нас будет выглядеть тазобедренное суставо приблизительно. Это пока примерочный рашбит». «Операция проводится при помощи компьютеров, и это очень здорово, потому что медицина развивается, и это видно даже невооруженным глазом. Очень ответственная работа. То есть на твоих плечах жизнь другого человека и здоровье. Ну, все-таки больше плюсов, чем минусов, наверное. И профессию врача уважают во всем мире. Это очень перспективно». У Натальи Гоголевой вся семья – биоинженеры, а девушка видит себя в роли врача. «Я люблю помогать людям. В этом и заключается профессия врача. В этой профессии страшного ничего нет. Помогать людям – это дело хорошее. Единственное, что может быть там страшно – это плохие исходы различных операций». Пока одни школьники находились в операционной, остальные следили за ходом вмешательства онлайн через систему телемедицина. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. В одном из ведущих вузов Республики проходит очный этап Олимпиады с символичным названием «Надежда электротехники. Чувашии». В числе финалистов – около 300 учащихся школ, СУЗов и вузов Республики других регионов страны. Все они действительно кадровый резерв электротехнической отрасли. Эти школьники и студенты техникумов и колледжей всерьез увлекаются электрооборудованием и видят в нем свое будущее. Старт профи на Олимпиаде был дан еще в 2016 году. Она стала межрегиональной. В ней участвуют ребята из Башкирии, Нижегородской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Так будущие работодатели поднимают статус технических профессий. Ученые практики системно занимаются ранней профориентацией. Соглашение о сотрудничестве подписали ЧГУ и старейшие в области электротехники предприятия. Такие Олимпиады в партнерстве с реальным сектором экономики мало в каких регионах проводятся. Они учреждают призы, они предоставляют целевые места. Наши партнеры закрепляют наставников за нашими студентами. Мы со школы показываем ребятам их путь через университет, сквозь университет на очень интересное, высокооплачиваемое рабочее место. Тот драйв, который дает университет и та помощь, которым мы оказываем процессы обучения, сделает из вас профессионалов. Победители и призеры Олимпиады будут получать именные стипендии все четыре года обучения. Об Олимпиаде надежды электротехники Чуваши я узнала от учителя физики и решила попробовать свои силы. Получить нового опыт и понять, каково это вообще участвует в таких Олимпиадах. Я пришел сюда, чтобы выиграть Олимпиаду и поступить в ЧГУ. Ребятам предстоит выполнить несколько заданий, в том числе по математике и физике. Итоги Олимпиады станут известны в конце недели. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбы Камчатского края. В сезон простудных заболеваний и ОРВИ рыба и другие морские деликатесы особенно актуальны. В них много витаминов и других нужных человеческому организму веществ. Подробнее об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Аромат копченой рыбы встречают покупателей сразу у входа в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Сочная белорыбеца, палтус, дикий королевский лосось так и притягивают взгляд и вызывают аппетит. На прилавках более 20 видов особой популярностью пользуются красная зернистая икра. Она без консервантов, богата витамином D и повышает иммунитет. У нас появился кальмар холодного копчения. Также у нас хорошо просто пользуются чавыча, она дикая, дикий лосось. Мы даем свою продукцию, кто захочет дегустировать. На дикую ситуацию попробуйте, определитесь по соли, по всему. В таких магазинах найти невозможно, потому что мы все привозим со свежего сырья, приготовленного на Камчатке. После улова рыбу не морозят, а сразу коптят. Благодаря этому продукция может храниться до двух месяцев и сохранять в себе все полезные свойства. Например, царица лососевых чавыча снижает уровень холестерина в крови. Многие жители Чувашии уже знают северные деликатесы. Очень кстати, морепродукты придутся к праздничному столу на 8 марта и масленицу. Я решил заехать купить здесь рыбу. Первое, это она более свежая. Второе, тут много того, чего я не видел в обычных магазинах. Хотим, все попробуют. Я уже набрал друзьям и тоже рекомендую хорошую рыбу. Выставка будет работать до 7 марта включительно. Каждый желающий может посетить ярмарку в Ледовом дворце Чебоксара-Арена по улице Чапаева, 19. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова